В Люберецком дворце культуры состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие более ста человек – депутаты Государственной областной думы, городского и районного совета депутатов, члены Люберецкого полицовета, а также председатели общественных организаций. Подробнее в следующем сюжете. На повестке дня один из главных вопросов – подготовка к выборам глав городских поселений депутатского корпуса в городском Малаховке, Октябрьском и Томилине, которые пройдут в октябре текущего года. До конца апреля «Единая Россия» предстоит подготовить списки самых достойных для внутрепартийного голосования по системе «Прайверс» и дальнейшего участия в муниципальных выборах. Работа с населением – одно из основных направлений в работе партии. Ни одна жалоба и ни одна просьба люберчан не остаются без внимания. Только с начала года в общественный прием на «Единой России» обратилось 162 человека. Вопросы разные – юридическая консультация, соцзащита, лекарственное обеспечение и коммунальное хозяйство. В рамках подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы особое внимание «Единая Россия» уделяют бывшим фронтовикам, улучшают их бытовые условия. Ключи от новых квартир уже получили 32 ветерана. Новоселье ждут еще 11. Благоустройство, реставрация, реконструкция мемориальных комплексов – еще один важный пункт из списка задач партийцев. В годы Великой Отечественной войны своей жизни за свободу Родины отдали более 17 тысяч люберчан. В настоящее время на улице Власова продолжаются работы по реконструкции территории, где разместится новый памятник всем павшим люберчанам. В день 65-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией состоится открытие мемориального комплекса, который обещает стать настоящим украшением города. Юлия Иванова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение.